Друзья, в этом видеоролике вас ждет фантастический дроп. Я предупреждаю, если вы не готовы, то приготовьтесь. Кучу карточек фут фэнтези, кучу героев, в общем, все как вы любите. Всем приятного просмотра. Ну что, друзья, всех рад приветствовать, с вами я, как обычно, Пандос Фэксович, и сегодня у нас будет грандиозное открытие паков. 50 пиков я решил собрать, 78+. Пока что на основе, друзья, у меня две Фьючер Стар карточки крутые пойманные. Это Исак и Бен Рахма, который, возможно, получит апгрейд. Также я на бездонатном аккаунте крутил различные паки 84+, некоторые из них видите на экране, и там я тоже выловил Ишака. И, как мне кажется, это идеальный кандидат на тест-драйв в текущей викинг-лиге. Опа, француз, фут фэнтези, да, это же Гоури. И также у нас есть два балагана. Наверное, возьму балагана, у которого есть пейс и передача. А еще я хотел вам показать, как выглядит пак за 400 тысяч. Да вот так вот он выглядит. Как вам такая красота? Ну и, конечно же, хотелось бы мне поблагодарить моих хороших спонсоров из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте, либо в мобильном приложении вы можете сделать ставочку на абсолютно любой вид спорта, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Лига чемпионов, Лига Европы, классные коэффициентики. Не забывайте проходить верификацию до конца, чтобы получить бонус фрибет в размере 1000 рублей. Ссылка в закрепленном комментарии. И всем удачи. Если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Так, ну и, собственно, пожелайте мне удачи. Я поехал вскрывать пики 78+, в надежде залутать что-нибудь. Как минимум мне нужен рейтинг для того, чтобы собрать сборочку героя, которая вроде как сегодня обновится. Опа, вот и первый хороший рейтинг. Это Navas 88. Ну, первая страница могла бы быть и лучше. По сути, только один рейтинг. 88, а в остальном полная херня. Так, ну и последний пик на второй странице. Верати 87. Ну, мне его придется взять. Вот у Памикана вроде как будет во второй команде Фуд Фэнтези. И вряд ли тогда он не выпадет. Так, вторая страница у нас тоже подошла к концу. Как видите, здесь тоже ничего особо крутого не поймали. Ну, опять же, 88, Модрич. Геральт мне падает, друзья. 86 рейтинг. Кстати, статки-то очень крутые. Вы посмотрите. Пиздец, вы посмотрите. Нет, это фаталити. Это добивающе, блядь. Три игрока 78+, блядь. Это пиздец, все. Я намек понял и спортс. Тут решили вы меня заскамить прям по лютому. Ни одной Фуд Фэнтези карточки. Ебать, за 50 пиков. Это трагедия, что я могу сказать. При этом, когда эти пики только выше, я забежал себе по-быстренькому на свой бездонатный аккаунт и собрал 10 пиков. И мне из 10 пиков упал, блядь, Фабиан, который пошел мне в основу. А тут за 50 пиков. Прям вообще нихрена. Такой лютый и неприятный рандом на самом деле. Опа. Это что у нас? Да это же ж 0! Ладно, наебалую вас. Это умтите. Блядь, я не понимаю. Вот я сейчас собрал просто 1 пик, и мне падает сразу Фуд Фэнтези. После 50 пиков, где не было ни одной Фуд Фэнтези. Да, это не самая, наверное, крутая карточка. Тримил. Но в любом случае, карта, возможно, получит апгрейд. Выглядит она неплохо. Физуха 89. Ну, просто как факт. Типа 50 пиков нихуя. Собрал 1 пик, блядь, и Фуд Фэнтези. Так, пак за 500 FIFA поинтов. Открываем. Да ладно, Бельгия! ЦЗ, да это же ебать, Alderweald. Охуеть, друзья. Ну, я считаю, что это на обложку мне пойдет. Вот это пак, вы посмотрите. Вау. Так, ну что? У меня тут еще 24 пака завалялось. Наверное, большинство из них я оставлю на вторую часть промо. Но при этом тут есть набор с 5 игроками 84+. Аж 6 штучек. Давайте парочку вскроем. Постараемся интрижку даже сделать. Опа! Есть один, друзья. Есть один Фуд Фэнтези. Давайте по остаткам его чекнем вместе с вами. Ну, выглядит как какая-то срань. Это Дали Али. Ну, ладно, с первого пака сразу вытащили. И, блядь, этот ебаный Верати вернулся. Который обрывает нам пока что по копинг. Потому что мне некуда его пихать. И буду ждать уже 9 часов, чтобы, собственно, на вторую часть промо пооткрывать пакетики. Так что прощаемся ненадолго. Буквально на одну секунду. Ну что, друзья. Вышла вторая команда. Фуд Фэнтези. И также обновили пик героев. Сегодня его тоже соберем на двух аккаунтах, я думаю. И давайте быстренько посмотрим на эту самую вторую команду фантазеров. Так, Рубен Диэш. Полтора миллиона. Статки огонь. Внезапно вспомнил о существовании такого футболиста, как Эден Азар. Статки прикольные. Вполне себе играть можно. Так, Диего Жота. Тоже статки прикольные. 800 тысяч. Думаю, тоже апгрейды получит. Так, Бен Асер. У него была уже карточка 87. Собственно, кто не успел собрать, для них это подарок. Так, у Памикана 85 пейс. Де Физуха, Де Маркас. Это Шлак. Митома. Под мою японскую команду, я думаю, он идеально зайдет. Вот Эмре Джан. Такой гулит на минималках, получается. Так, Топрак. Ну, это мусор. Фойт. Это в заданиях... Ну, кому нахуй нужен, не знаю. Вимер. Тоже бомжаром. Ооо, вот он, друзья. Кристианин Бинтеки. Я обязательно с ним составчик соберу. Легенда. FIFA 14. Сколько ему лет, блядь? 32 года, пацану. Получается, мой ровесник. Это карта, которая определенно заслуживает отдельного ролика на моем канале. Поэтому ставьте Лукаса, если ждете. Так, Папин. 800 тысяч. Блядь, три на скиллах. Йоу. Ну, это срань полная. Так, Мариентас. Ну, не сильно отличается от его World Cup карточки. Не знаю, зачем такую слабую карту делать. Маркес, блядь. Полтора миллиона из МЛС. Что-то... Какая-то хуйня. Так, Джей Джей Акоча. Тоже не понимаю, почему его World Cup карта стоит 1 миллион. Тут статки не шибко круче. Так, Кейт. Тоже не понравилась его World Cup карта. Да, поэтому хрен его знает. Так, Нуди Натали всегда был крут. Не знаю, получится он апгрейд или нет, но статки сочные. Ну и, собственно, две самые топовые карточки, как мне кажется. Это парк Джисун, блядь, которому тоже зажали скиллуху. Но статки пиздатые. Тем более, он теперь ЦМ, ЦДМ. Наконец-таки не надо это мудрить и переводить его. Вот это прям топ карта. Ну и Аль-Ой-Варан, 11 миллионов. Класс. Так, ну и, собственно, поехали. У меня тут 23 различных пака. Пооткрываем. Посмотрим, что же нам дропнется. Набор из двух золотых игроков. Это пак, собранный за кумирчика. Опа, тут есть фонарь даже. Ну, знаете, 84 плюс 85 продаваемых на данном этапе игры. Это заебись. Поэтому я вам всегда рекомендую собирать этот пак в кумирах. Где вы отдаете бронзовых и серебряных игроков. Вот снова фонарик. Тоже тот же самый пак за сборку кумира. И здесь у нас 84 рейтинг. Тоже неплохо. Так, премиальный набор золотых игроков. Опа! А, это мотом, блядь. Кто там? Португалия, Лфа. Не знаю, кто там. 85 рейтинг пойдет. Ну что, друзья, вот тот самый грандиозный контент. 6 паков с 5 игроками 84+. Звучит как разъеб. Сразу же врываемся и открываем первый пак. И видим, что мы видим. Франция, ЦФД, Бензема. А, блядь. Сука, вот заскамел. Ну могло быть и лучше, наверное. Да, вот это срань. Первый пак говно. Второй пак с 5 игроками 84+. На этот раз информ. Германия, ЦП. Понятно. А что внутри? Что внутри у нас? Да нихуя. Пиздец. Вот это скамище! 4 игрока 84. Я вахуе. Третий пак 84+. Ну, где фантазеры эти ебучие, блядь? Почему мне говно одно сыпется? Ну это пиздец. Германия, ЦП. Тони Кросс. Как ты меня заебал, нахуй? Окей, может быть за Кроссом что-нибудь будет. И... Бентеки! Иди сюда! Друзья, я за него хотел поиграть. И поймать его бесплатную версию. Это прекрасно. Что у него там по талантам? Склонный травмам и мощный удар головой. Тот самый мощный удар головой. Который у нас всех заебал FIFA 14. Ну окей. Вот это нормальный пак. 2 рейтинга. И плюс Бентеки. Сейчас надо подумать, куда Тони Кросса отправиться. Хотя тут особо думать не надо. У нас же тут это пик на героя. Так, окей. Мы продолжаем щелкать паки с 5 игроками 84+. Плюс. Открываем. Это Мотум. На этот раз с Уолкаутом даже. Это же Йович вроде как, да? И смотрим. Нет, фантазера не будет. Так, давайте. Последние 2 пака хочу с плашкой. Так, есть 1 фантазер, друзья. Есть 1 фантазер. Сейчас будем по статкам чекать. Итак, физуха 90. Вау. Защита 87. Дриблинг говно. Но это какой-то деф. О, слушайте. Это же, блядь. Упамикано. Йихуя себе. Вот Упамикано вроде как будет во второй команде футфэнтези. И вряд ли тогда он мне выпадет. Вот это я почекал по плашечке. Охуеть. Вот это дроп приятнейший. Упамикано. Но он стоит денег. Его даже на рынке нет. Нихуя чего я поймал. Сколько стоит эта карта? Мне прям интересно. В любом случае он апгрейд получит. И я думаю, что это хороший номинант на мой основной состав. У Упамикано, друзья, 750 максималка. Его нет на рынке. Вау. Слушайте, мне нравятся эти паки. Мне нравятся эти паки. Прям плюс настроение сразу. Я бы Рамоса нахер убрал бы. Вот так вот поставил бы Упамикано. И если покрутить, повертеть, допустим, Нойера поставить на вратаря, то может быть из этого что-то получится. Нет, пацаны, это прям разъеб карта. Ну и последний пак 84+. Давайте тоже с плашечкой. Так, смотрим, будет ли у нас фантазер. Нет, фантазеров сегодня будет. Ну, тут только на вас. Ладно. И на этом, как говорится, спасибо. Въебываться не буду. Так, друзья, у нас в магазине тут пак появился. 86+. За 500 поинтов. Давайте его вскроем. Вау. Просто вау. 86+. Дают 86. Классно. Ну что, друзья, базовый или FIFA World Cup герой. Давайте. Так, первая карта. 83 физуха. Ну, тут сразу понятно. Это Марио Гомес. Вторая карточка. 90 дриблинг. 88 удар. 87. Блядь, пролин. Так, пока что 2 из 2 полная хуйня. Третья карта. Тоже выглядит как хуйня. Кьюилл. Ну, это куда не шло, но явно не для моего состава. Так, еще 2 карты, друзья. Ну, пожалуйста. 87 физуха. 90. О! Что О? Кордоба, блядь. Я что-то на секунду подумал О, а оказалось не О. Так, 76 физуха. О, боже мой. Что за кал я вскрыл только что? Пиздец. Вот это стена. Ну ладно, возьмем Кьюила. Может быть, где-нибудь, когда-нибудь. Ладно, окей. В любом случае, на этом аккаунте я поймал себе классную фэнтези-карточку. В основной состав. Сильно выебываться не буду. Поэтому давайте сейчас перейдем на свой бездонатный. И там попытаем удачу в сборщике героя. Пожалуйста, FIFA, награди мой бездонатный аккаунт чем-то прекрасным. Кордоба идет нахер. Он вообще не понравился. 1,73 на ЦЗ. Это полнейшая шутка. Ну и Пеле, которую я пикнул в прошлой сборщике героя. Тоже вообще не зашел. 1,3, 10 матчей. Дриблинг вроде 91 показывается. Но управляется как сраная телега с ростом 1,90. Хотя 1,74. Я не понимаю, в чем прикол его дриблинга. Ну, короче, его я не отправляю пока что. Пока что. Но, надеюсь, он ко мне дубликатом не вернется. Все, пожалуйста. Мой бездонатный несчастный аккаунт. Где постоянно сыпется всякая хуйня в виде никчемных героев и кумиров. Надеюсь, сейчас все пойдет по другому сценарию. Открываем. Так, ну давайте смотреть. Первая карта. Маскирана. Говно. Вторая карта. Выглядит как говно. Баралин. У меня есть в общем версия. Следующая карта, которая выглядит как... ОХУЕТЬ! Кап Девилла. Я был уверен, что это какая-то хуйня. Ну, слушайте. Кап Девилла на бездонатном аккаунте. Это, конечно, топ. Я не уверен, что я смогу его залинковать. Но то, что мне упала карта, которая стоит для 800 тысяч. Я думаю, этому факту стоит порадоваться. Кап Девилла, друзья. Вау. Я уже доволен. Но у нас есть еще две карточки. Смотрим. Так, ну это хуйня. Кивилл. Ну и последняя карточка. 80 физуха. 88 дриблинг. Ну это говно. Люмберг. Вау. Для бездонатного аккаунта карта за 800 тысяч. Которая раньше стоила 200 тысяч. Это реально вот самая мифическая история лично для меня. Как чувак из карты за 200 тысяч превратился в карту, блять, за 800 тысяч. Так, ну и собственно вопрос. Вот сейчас таким вот образом выглядит мой состав. Я уже начал Викеннигу. Не буду пока спалить, говорить, как я иду. Но в целом состав меня более чем устраивает. Мой фанат утопнулся. Теперь он 89 еще по красоте. Фабиан очень нравится. Он столько импакта в игру вносит. 8, 1, плюс 5. На позиции цпшника. Это, конечно, круто. У него еще ноги такие длинные. Отборы классные делает. Ну и шаг с Санчезом тоже вполне себя разносит. Посмотрите на эти статки. Короче, мой бездонатный аккаунт набирает обороты. Может быть, в этот раз 14 побед я сделаю. Так, ну и давайте смотреть. Можно ли как-то залинковать сюда Каб Девилю. Сразу минус 4 у всех пацанов. У Санчеза единичек сразу. Да, печально. Тут надо будет посидеть, подумать. Ладно, это я уже буду делать за кадром. В любом случае, спасибо вам за то, что посмотрели данный видеоролик. На основном аккаунте поймал карточку, которой нет на рынке в основу. На бездонатный поймал карту за 800 тысяч тоже в основной состав. Короче, дроп прям супер охуеннейший у меня вышел. Спасибо, что посмотрели данный видос. Оставляйте классные лукасы, комментарии. С вами был я, Пандос. Всем хорошего настроения. Чао, какао. Субтитры сделал DimaTorzok